Если взорвали, то по высшему соизволению. Кремль на это способен и держит эту карту террористическую в кармане. Можно жертвовать и Крымом, и водоснабжением Крыма, и затоплением, между прочим, оборонительных укреплений, и даже техникой, и личным составом. Давайте не забывать, что речь идет об атомном реакторе. Насколько Москва готова на такую диверсию. Если война начинается внутри России, то для Путина это только удобно. Это YouTube-канал «Мы Украина». Олег Панюта, приветствую вас. И мы можем общаться с гостем на ключевые темы, которые хвилюют многих из нас. Михайло Фишман, российский журналист, який зараз не в России, это ясно. И будем говорить с ними про темы, которые хвилюют многих в этом свете. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. И, естественно, многих в Украине сейчас тема номер один, и обсуждение, и не только в Украине, это то, что произошло в Херсоне, подрыв оккупантами в Херсонской области Каховской гидроэлектростанции. Как вы об этом узнали, и каково ваше ощущение было от этой информации? Ну, я узнал вместе со всеми, собственно, когда эта информация появилась. Я все-таки сделал оговорку. Мы пока еще окончательно не установлено, что послужило причиной этой катастрофы. На данный момент у нас есть две версии. Одна заключается в том, что это теракт, диверсия, взрыв, сознательный, осуществленный российскими военными. И вторая, что это авария, которая произошла вне по некоторым причинам. Обсудим мы ту и другую. Давайте, Михаил, потому что на самом деле в информационном пространстве это то, с чего я хотел дальше с вами продолжить разговор. Откуда взялась вот эта история, что не все так однозначно? Откуда взялись вот эти две версии? Только лишь потому, что Россия первой забросила эту историю в тот же Международный криминальный суд? Нет, совершенно не поэтому, конечно. Конечно, то, как вела себя Россия с первой же минуты, когда действительно у России другая версия. Россия настаивает на том, что это теракт, совершенный Киевом. И с самого начала, и достаточно настойчиво. Путин про это говорит, Шойгу сразу же выступил в течение нескольких часов. Сначала он, потом Путин и так далее. Это такая генеральная линия, которая с тех пор взята Кремлем. Но надо понимать, что это как раз версия, которую мы отвергаем сразу. Это просто мы даже не обсуждаем, потому что, опять-таки, чисто технически у Украины не было возможности совершить такой взрыв. Даже если бы мы это хотели, мы в этом мнении всего заинтересованы. Да, мы сейчас не обсуждаем интерес, мы обсуждаем пока технические возможности. Для Украины это было бы невозможно, потому что уже объяснено экспертами, что это не могло быть такой взрыв результатом обстрела, а мог быть только результатом взрыва изнутри плотины. И для украинских диверсантов потенциальных, если уж мы попробуем на эту тему разговаривать, это было абсолютно недостижимо. Это раз. Поэтому здесь российская версия абсолютно ни при чем. Ну и еще раз, мы прекрасно знаем, с кем мы имеем дело, мы прекрасно знаем, как Кремль реагирует на те теракты, которые совершал сам. Мы прекрасно знаем, как Кремль не признает никогда и ничего, когда даже доказательства все лежат на столе. За примерами ходить далеко недавно не надо. Есть история с пассажирским самолетом над Донбассом, есть история с отравлением Навального, там все доказано. И мы понимаем, что Кремль дает последнее, условно говоря, последнее разрешение, или финальное, или ключевое разрешение. Мы точно так же понимаем, что Каховскую ГЭС, ее взорвали по распоряжению и по высшему соизволению. Как вы думаете, почему все-таки Букин на это пошел? Да, еще раз. Если взорвали, то по высшему соизволению. Просто пока мы не можем утверждать это наверняка. И я вернусь к тому вопросу, с которым вы начали. Откуда тогда берется эта двусмысленность? Почему мы не можем пока четко ответить на этот вопрос? Я сужу по западной прессе на данный момент. И в ней у нас есть и по оценкам, которые дают эксперты и аналитики. Да, к вечеру пятницы появились два, может быть, решающих аргумента, что это был взрыв, именно теракт, диверсия. Показания сейсмологов норвежских, если я не изменяю память, и данные, на которые ссылается вашингтонская разведка, данные со спутника, которые зафиксировали взрыв. Это по состоянию на вечер пятницы. Это очень важные аргументы. Они не являются окончательными доказательствами. Я предлагаю нам немного подождать. Я думаю, что очень скоро уже окончательно будут расставлены точки над «и», и мы сможем уверенно говорить, теракт это или не теракт. Хотя сейчас, на данный момент, на день понедельника, версия теракта, сознательного взрыва, видимо, должна рассматриваться как доминирующая. Однако она не является на данный момент еще пока окончательной. Отвергать полностью версию техногенной катастрофы, которая произошла вне желаний российских военных и Кремля в этот момент. Даже если они потенциально собирались ее взорвать, эту дамбу, полотену в будущем, ее тоже отвергать нельзя. Ну, они собираются это делать с апреля 2022 года. Именно тогда первые данные о минировании машинного зала, да, и, собственно говоря, конструкции несущих зафиксированы. То, что Кремль рассматривал взрыв, теракт на Каковской ГЭС, как один из вариантов реакции на действия, те или иные действия украинских войск, ну, в этом практически, наверное, нет сомнений. Это можно предполагать с очень высокой степенью уверенности, особенно, опять-таки, зная, как российская армия бомбит гражданскую инфраструктуру, как уже бомбили дамбы и плотины, и это все уже происходило. В этом смысле это очень правдоподобно. Вопрос только в том, что произошло именно в этот конкретный момент на Каковской ГЭС. И этот как раз теракт, или какая-то цепь случайных событий, которая таким образом привела к такому катастрофическому результату. И еще важный момент заключается в том, что и в том, и в другом случае. Это разные ситуации, и они по-разному должны оцениваться, у них разные, наверное, последствия, но это не отменяет того факта, что и в том, и в другом случае. Вина лежит полностью на российской армии, на Кремле, и на агрессоре, который начал эту войну. И на тех, кто заминировал эту... Вы вспомнили о международной прессе, о реакции масс-медиа западных. И опять же, если мы говорим о проекции полуторалетней, на то, как западные медиа освещают войну в Украине, меня лично не очень неприятно удивило то, насколько вот эта двутональность появилась сейчас, через полтора года после всего того, что Россия сделала на украинской земле. Как вы думаете, почему западные медиа достаточно уважаемые и влиятельные, почему они позволили допустить, что может Украина быть в этом замешана? Хотя повода для этого не было никакого. Я этого не видел. Я в уважаемой, респектабельной западной прессе, которой я привык доверять, я, честно говоря, не видел таких сообщений о том, что за подрывом ГЭС Каховской может стоять Украина. Мне это не попадалось нигде. Но если мы говорим о том, что неоднозначность, да, не все так однозначно, нельзя только на Россию накладывать обязательства из-за того, что это произошло, тот же ООН говорит буквально официальными, да, спикерами о том, что нужно дойти до оснований, до истины и понять, что же там произошло. И в то же самое время... Разобраться. Это, я понимаю, понятен эмоциональный фон. И понятно, что это страшнейшая катастрофа. Одна крупнейшая экологическая катастрофа в Европе. Для Украины огромное несчастье и беда. И понятен эмоциональный фон. Но, тем не менее, разобраться надо. И это нормально. И, вон, до сих пор невозможно разобраться, что произошло. Так нету окончательных выводов, что произошло с Северным потоком, например. Нельзя, надо разобраться. И я понимаю тех экспертов, тех журналистов, которые отказываются прямо сейчас утверждать, да, это теракция, врешенная Кремлем. Это надо сначала доказать. Есть факт преступления и требуется какое-то временное расследование. Согласитесь. Турция предложила свои услуги для того, чтобы создать специальную комиссию для расследования произошедшего в Каховке. И предлагают туда включить и российскую сторону. Как вы себе это представляете? Вот с точки зрения журналистов. Я никак это себе не представляю. Я, честно говоря, не вижу никакого... Эта идея возникла во время... Путин позвонил Эрдогану, да, это произошло в четверг, кажется, да, ну, в тот же день. И, соответственно, там родилась у Эрдогана. Эта идея, я, честно говоря, не вижу никакого... Ее развития никакого. Мне не видно, чтобы из этого хоть какой-то получился результат. Поэтому очевидно, что это мертворожденная идея с самого начала. И, конечно, такого не будет. Как вы считаете, в принципе, если брать во внимание то, что сейчас происходит в Каховке, если положить, да, на чаши весов Каховскую ГЭС и водоснабжение Крыма, на самом деле Крым это ключевая история, в 2014 году было для Путина, если предположить, что Путин дал команду взорвать Каховскую ГЭС, таким образом он поставил крест и на водообеспечении Крыма. Да, это так. Почему он жертвует Крымом сейчас? Ну, если, опять-таки, мы считаем... Видимо, ситуация, в которой... Есть еще логические соображения, которые, ну, вот, звучат, почему это невыгодно было Москве делать прямо сейчас, например, потому что лучше такую возможность... Опять-таки, мы абсолютно отдаем себе отчет в том, что Кремль на это способен и держит эту карту террористическую в кармане, что это выгоднее делать, когда контрнаступление уже началось, и когда, например, идет форсирование Днепра, и тогда ты больше урон можешь нанести таким образом противнику. Единственное рациональное объяснение, почему именно сейчас это был взрыв, теракт, если это был теракт, заключается в том, чтобы разведка генштаба российского получила информацию о том, что готовится захват самой ГЭС, и тогда надо было что-то предпринимать. Ну, такое наверняка может быть, и это вполне логичное тогда развитие событий. И тогда уже можно жертвовать и Крымом, и водоснабжением Крыма, и затоплением, между прочим, оборонительных укреплений всей первой линии, как мы поняли, на левом берегу, что произошло тоже, и даже техникой и личным составом, которые тоже пострадали и погибли в результате этого подрыва. В том, что в Кремле готовы на это пойти, ну, сомнений мало. Опять-таки вопрос в том, что конкретно и на самом деле произошло, и нам просто нужно дождаться, еще немного набраться терпения, потому что я уверен, что мы узнаем правду, и это, ну, произойдет достаточно скоро. Михаил, на оккупированных территориях есть и другие объекты, которые мы знаем точно, что они заминированы. Это и Запорожская АЭС, это и Армянск, там есть титан, производство достаточно сложное и серьезное, и там достаточно много отравляющих веществ, которые необходимы для производства титановой губки. Значит ли это, что при наступлении украинских войск это не станет особым препятствием для того, чтобы привести спусковой механизм в действие? Запорожская ГЭС, это, очевидно, отдельная все-таки тема. АЭС, Запорожская атомная электростанция. Да, я оговорился, да. Да, я оговорился, это, очевидно, отдельная все-таки тема, и давайте не забывать, что речь идет об атомном реакторе. Насколько Москва готова на такую диверсию? Ну, по крайней мере, как вы помните, когда прошлой осенью Россия отступала из Херсона, и тогда активно Путин угрожал, ну как угрожал, он опять говорил, запустил такую компанию информационную по миру, что вот Киев готовит грязную бомбу и так далее. Ну, что на самом деле было скрытой угрозой, да, очевидно, что мы ее, если надо, мы это все применим. Но не решился, и тогда ничего этого не было. Отначает ли это, что этого не будет вообще? Ну, все будет зависеть от того, что будет происходить на поле боя, и как будет развиваться контрнаступление Украины. Пока мы видим, если немного отстраниться от именно техногенных терактов, которые могут быть доступны Кремлю, что, ну, например, если речь идет именно о ядерной карте, о ядерном шантаже, об угрозе ядерного конфликта, об угрозе тактической ядерной атаки на территорию Украины, то, судя по тому, что мы видим, и мир к этому склоняется, Путин уже не так к этому готов, если он был готов к этому раньше. Ну, а как же оборудование специальных новых мест размещения в Беларуси? Ведь на самом деле мы тоже не думали, что он на это пойдет. Патрушев регулярно ездит и контролирует процесс, собственно говоря, подготовки мест для базирования оружия ядерного. Ну, я хочу напомнить, что когда это было объявлено, когда Путин объявил об этом, то эксперты, которые разбираются в том, как складируется, хранится и перемещается ядерное оружие, они пришли к выводу, что это на самом деле просто невозможно, то, что он объявил, по крайней мере, в такие сроки, что в Беларуси нет хранилища, они не могут быть подготовлены в такое время, поэтому нужно еще смотреть, что это будет на самом деле. На тот момент и по состоянию на сейчас, это очевидно такая словесная интервенция со стороны Путина, такая, да, угроза, понятно, но в Вашингтоне чем дальше, тем спокойнее реагируют на эти угрозы, а на самом деле уже пришли к выводу, что Путин свои угрозы делом не подкрепляет. Другое дело, что, конечно, мы знаем и выучили за то время, что идет эта страшная война, что, конечно, Путин готов на примерно все, и у него нет барьера морального, у него есть практические барьеры, это последствия, которые он оценивает для себя, насколько это разумно, правильно и безопасно, главным образом, для него. Это важнейший момент. Но моральных барьеров перед тем, что можно сделать в ходе этой войны, у него, конечно, нет никаких. Ну, тут это абсолютно... Ощущение, что вот эти вот игры с ядерным оружием, это все-таки попытка повлиять каким-то образом на Вильнинский саммит, где Украина ожидает четкой реакции от НАТО, и может быть, это у него такая защитная реакция на продвижение НАТО дальше? Размещение в Беларуси тактических ядерных ракет, ну, скорее, это просто, ну, вот такое последовательное риторическое использование ядерной угрозы, в первую очередь, в диалоге со штатами, да. Ну, конечно, это более-менее... Насколько она четко привязана именно к Вильнинскому саммиту, но я бы не решился сказать. Михаил, а что тогда, по вашему ощущению, есть заявление, опять же, да, бывшего генсека НАТО о том, что некоторые страны НАТО рассматривают участие их войск в войне, на территории Украины, или все-таки принятие Украину в НАТО? Что для вас вот больше, как вы считаете, что для Путина может быть сейчас большим раздражителем? Ну, если я правильно понимаю, наверняка в Москве тоже как-то читают прессу, и дают себе в этом отчет, не ожидают в Вильнюсе окончательного приглашения и какого-то срока, когда Украина войдет в НАТО. Это будет более такой палеотивный и мягкий процесс. Ну, мы ждем четких сигналов и четкой, ну, если не дорожной картой, то четкого уверения в том, что это произойдет. Ну, это будет произойдет рано или поздно, будет сказано как-то так. Другое дело, что, и это реальность последнего месяца-двух, наверное, что в Вашингтоне и в европейских столицах зреет совместный замысел того, как Украина будет, не будучи членом НАТО, де юре, станет де-факто теснейшим союзником после завершения активной фазы, горячей фазы этой войны. Как будет обеспечена обороноспособность Украины после того, как завершится острая фаза этой войны. После того, как, так или иначе, это контрнаступление, которое началось на прошлой неделе, завершится. И завершится, наверное, после этого, рано или поздно, горячая фаза закончится. Как после этого Украина обеспечит свою безопасность от Путина и российской армии. И это очень серьезные разговоры, очень серьезные дискуссии, очень серьезные амбиции и планы, смысл которых будет заключаться в том, что вне зависимости от политического контекста, будь то в Америке, если там проиграет Байден на следующих выборах, а это очень один ключевой расчет Путина на самом деле, или ситуация в Европе будет меняться, вне зависимости от изменений политического контекста, Украина будет стабильно получать военную помощь, которая по факту обеспечит ее безопасность, в том числе от бомбардировок, и от не только Киев накрыть патриотами, но и все украинские города крупные, так или иначе, закрыть небо полностью в этом смысле. И сделать так, что нападение на Украину дальнейшее станет, по сути, невозможным. Это такой один из наиболее реалистичных, скажем так, на сегодня планов, проектов по завершению войны. И, конечно, в Кремле это видят, понимают, и это наверняка вызывает очень большую нервозность в Кремле. И именно с этим я связываю на самом деле, и не только я, в частности, с этим связывают те вот мирные нотки, которые появились и в российской пропаганде в последние дни, и среди чиновников. Тот же Патрушев, которого вы упомянули, в том же Минске, стал говорить про мирные переговоры, он напоминал про прошлое, но в этом можно было прочесть желание Кремля, эй, давайте договариваться, потому что страшно, непонятно, и непонятно, собственно, что будет дальше, если тот план, который сейчас взят на вооружение на Западе относительно поддержки Украины, будет воплощен в жизнь. По сути, это лишит Кремль возможности, если это все будет реализовываться так, как об этом пишут сегодня, об этом и говорят сегодня, а вероятность этого велика, то, ну а что будет тогда делать Кремль потом? И сейчас, и Кремлю, важно бы, хотелось бы, конечно, заморозить ситуацию сейчас, и уже потом попробовать, снова собравшись силами, напасть. Я примерно так вижу эту ситуацию. Да, Михаил, но один из вариантов, о которых вы говорите, после контрнаступления, это демилитаризованная зона, глубиной 100-200, у кого сколько хватает воображения, километров, и в этом контексте. Можно ли рассматривать события, которые происходят в Белгородской области, как начало создания демилитаризованной зоны вокруг украинской границы? Как вы вообще восприняли то, что происходит на Белгородщине? Я с такой точки зрения на эти события, конечно, не смотрел, и сейчас не смотрю. Это важный элемент войны. В итоге это означающий действительно, что война пришла в Россию. Пришла, все-таки, отдадим себе в этом отчет, в символическом смысле, для большинства российских граждан, для Кремля на самом деле тоже. Это символический приход войны в Россию в символической плоскости, нежели в практически. Для остальной России это все равно происходит где-то в телевизоре, а не у них в домах. У них в домах это происходит только в приграничной зоне. Но это очень важно, потому что это на самом деле стало фоном последнего месяца, по сути, информационным в России. И уже, я бы сказал, разбита одна из важных концепций Кремля, которая заключается в том, что нам чем хуже, тем лучше. То есть, если война переходит на территорию России, а мы не только про Белгородскую область говорим, мы говорим про дроны, которые над Кремлем появились, потом дроны полетели на Рублевку, мы это все видели. Так вот, идея заключалась в том, что чем хуже, тем лучше. То есть, если война начинается внутри России, то для Путина это только удобно, потому что он выйдет к народу и скажет, ну вот видите, я же вас предупреждал, что они хотят нас захватить, смотрите. Так и происходит, как я предупреждал. Поэтому давайте объединяйтесь вокруг меня, мобилизовывайтесь. И это инструмент мобилизации нации, который только выгоден ему, потому что он же не беспокоится о том, что происходит реально с людьми, он беспокоится о собственном авторитете. Он таким образом растет. Вы считаете, что этот инструмент сейчас работает? Нет, я считаю, что он в итоге не сработал. Как раз про это я и хочу сказать, что эта концепция, по сути, провалилась. Мы видим по тому, как реагирует Кремль. Мы видим по тому, как реагирует пропаганда. Потому что альтернативой оказалось работающей как раз представление, даже когда эти события разворачиваются в большой степени в символической плоскости, это представление о беспомощности власти. Смотрите, они там что-то нападают, бои идут и так далее, а власть молчит беспомощно, что происходит. И это оказалось гораздо более... И поэтому мы видим, как пропаганда скорее очень аккуратно про это разговаривает, не раздувает особенно эту тему. А Путин вообще про это, по-моему, молчал. Я не слышал, чтобы он хоть раз про это что-нибудь сказал. По-моему, ни разу такого не было. Поэтому это очень важный элемент того, что происходит, потому что он не добавляет авторитета российской власти внутри России. По крайней мере, по состоянию сейчас. Мы посмотрим, может быть, нам социологи попозже расскажут какие-то другие данные. Но из того, что мы видим сейчас, скорее складываются такие выводы. Михаил, опять же, в контексте Белгородщины тот же Пригожин готов был прийти и сказать, что я сейчас все там сделаю. Вот видите, я могу, они не могут. Скажите, вот это воодушевление Пригожиным среди простого российского человека, откуда оно взялось? Почему им восхищаются? Почему за ним идут? Ну, я не знаю насчет восхищаются и воодушевления. Не знаю, откуда у вас такие данные. Да, у него немножко подрос рейтинг. Он, ну, на отличимую от статистической погрешности так называемую цифру, он действительно несколько подскочил. Но понятно, почему это происходит. Потому что он хоть отчасти, не полностью, естественно, но отчасти признает положение вещей. Он отчасти признает... Он объявил второй фронт, он объявил его враги, его главные враги. Он об этом говорит еще с момента, со штурма Бахмута, да, что главный враг это не Украина, главный враг это Шойгу и Герасимов, на самом деле. Это бюрократы, разжиревшие, которые коррупционеры с Рублевки и так далее. Он эту политическую кампанию ведет давно. И, конечно, она, поскольку он при этом еще, кроме этого, называет вещи своими, признает положение дела на фронте, хотя бы отчасти, хотя бы отчасти говорить, что происходит не то, что нам пропаганда, то безумие, которое транслирует Кремль через пропагандистские каналы о том, как идет эта война. Это неправда, это не соответствует действительности. И когда люди сверяются с тем, что происходит, они, конечно, ну, конечно, ты инстинктивно склоняешься к Пригожину, потому что он занял во время штурма Бахмута, ему удалось занять, это, знаете, такую позицию народного генерала, который рядом с солдатами, он рядом, значит, с линией фронта, он беспокоится о том, что происходит, он называет вещи своими именами и так далее. Путин делал все, чтобы такого лица, такой фигуры в ходе этой войны не возникло. Она в итоге возникла, в лице Пригожина. И в этом его... Да, правда, Михаил. И сейчас он поехал в политическое турне, по регионам России. И скажите, если он все-таки получает вот это народное одобрение, почему мы не видим, ну, там, бунтов, почему мы не видим протестов, мы за Пригожина? Вы вообще видите его в лице Пригожина, потенциально, следующего президента России? Нет, я не вижу потенциально следующего президента России в лице Пригожина, но то, что он делает политическую карьеру сейчас, это безусловно, это очевидно. Другое дело, что надо понимать, что она может быть остановлена одним щелчком. И это может произойти в любой момент. Как только Путин решит, что ему все-таки это не нужно и опасно, а такое решение он может принять сегодня вечером, завтра утром, проснувшись там и съев сырое яйцо на завтрак в любой момент, то Пригожин исчезнет. И поэтому все-таки у нас настолько контролируемая политическая сцена настолько на данный момент в этом смысле Путин силен, что говорить о будущем, о перспективах политики какой-то и политиков сегодня не имеет большого смысла. Нужно дождаться и увидеть, когда сейчас ситуация изменилась, она другая, она не такая, как была несколько назад. Вот эта фракция государственного безумия, во главе которой стоит Путин, которая говорит, ну вот все, что она говорит про эту войну, она по-прежнему есть. Там, посмотрите, что Медведев там пишет в своем телеграм-канале или там, я не знаю, Владимир Соловьев говорит по телевизору. Вот это, ну, за гранью абсурда, да, это не только человеконенавистническое, это еще и очень глупое осмысление того, что происходит, потому что оно вообще не соответствует тому, что происходит. Но кроме этого, кроме этой фракции государственного безумия, как я ее называю, появилась фракция, ну, некоторого признания положения дел. И она укрепляется постепенно. Пригожин сейчас в ее голове находится. Как только Путин поймет, она в частности наращивает свои силы, потому что сам Путин молчит, он уже давно ничего не говорил, мы уже забыли, что, когда он последний раз вообще объяснял, что он делает, зачем ему эта война, какие у него цели, что он хочет добиться. Я уже забыл, когда это в последний раз в принципе было. Поскольку он молчит, эта фракция укрепляется. Но это не значит, что так будет всегда. У него по-прежнему достаточно ресурсов, чтобы ее обезглавить, уничтожить и разрушить. И в него руках огромный репрессивный аппарат. Тот же Пригожин вот некоторое время назад в интервью, он считает, что России угрожает революцией образца 1917 года из-за громадного разрыва между российской элитой и простыми россиянами, чьи дети возвращаются домой в цинковых гробах. Скажите, вы верите в русский бунт беспощадный, безжалостный и что для этого должно произойти? Какое количество гробов должно вернуться или что-то иное? Нет, сейчас я не верю в русский бунт, я не верю даже в широкие протесты. На данный момент это одно из парадоксальных явлений этой войны, это то, чего никто не ожидал. Давайте, если мы вернемся по состоянию на год назад, на прошлое лето, прошлую осень, уж когда тем более мобилизацию объявили, то и все российские социологи, там, журналисты, я в том числе, все считали, что ну так просто российский народ это не съест и, конечно, будет возмущение. Его нет в этом смысле. Есть вместо него адаптация, это факт, это правда. Война, та идея, что эта война не может быть популярна, потому что она безумно преступна и, кроме того, гробы возвращаются в Россию, она себя не подтвердила. Это не значит, что это всегда будет так. И Кремль очень беспокоится по поводу следующей волны мобилизации. Это видно, потому как они пытаются ее избежать все-таки. Им вряд ли это удастся, как считают эксперты. Это не смогут они набрать еще без мобилизации людей на эту войну, чтобы отправлять дальше их на смерть. но они боятся по состоянию на сейчас. Хотя Путин считает, что у него ресурс этот есть. У него, конечно, открылось второе дыхание после мобилизации сентябрьской, потому что, ну вот он увидел, он-то сам тоже боялся, он-то считал, что ему этого не простят, а оказывается, так можно было, как говорится в анекдоте. Мы не знаем будущего, мы не знаем. Я бы не рассуждал в терминах бунта. Мне вот слово бунт не нравится в том смысле, что я не могу себе представить бунтов, у меня нет этой картины, не понимаю. Михаил, хорошо, тогда скажите, можете ли вы себе представить китайское будущее России? Это то, о чем также многие говорят. Ну, китайское будущее России это настоящая Россия, это уже сейчас. Если мы говорим про то, что Россия фактически стала вассалом Китая политически и экономически, то это уже реальность, это не будущее, это сегодняшний день. Но, я говорю просто прошлую, прошлую мысль, которая заключается в том, что если это не бунт, то это не значит, что поддержка этой войны будет всегда вот той, что мы видим сегодня по социологическим опросам. Вполне возможно какая-то критическая точка, когда у каждого будет знакомый друг, родственник, погибший или раненый, уже десятки тысяч погибших, сотни тысяч раненых и травмированных. Конечно, это будет влиять на общественное мнение. Как вы считаете, влияет ли Китай на общественное мнение России? Как долго оставаться Путину президентом? Нет, на общественное мнение России Китай не влияет. Китай влияет на ситуацию в мире. Это другое дело. Китай, у Китая, конечно, серьезные в этом смысле позиции. Что ж тут скажешь? И, к сожалению, мы знаем, что Пекин не заинтересован в тяжелом поражении Путина. Может быть, они не очень заинтересованы в его победе триумфальной, но ее уже не будет в любом случае. Но в разгроме, судя по всему, Пекин не заинтересован. Это то, что мы увидели во время визита Си Цзинпина в Москву недавнем. Это мы поняли. И это, конечно, важнейший фактор этой войны. Это нельзя забывать об этом. Михаил, вы больше года уже не в России, а по статистике треть россиян, которые выехали за этот промежуток времени, вернулись в Россию. Кто эти люди? Как вы на них смотрите? Почему они приняли такое решение? Я думаю, что многие вернулись, многие испугались мобилизации и уехали. Была вторая волна в сентябре. Первая была в марте, когда все началось. В сентябре была вторая. И просто многие молодые города опустили, молодые люди, мужчины, стали уезжать. Они потянулись в... Со мной сравнивать неправильно, потому что я журналист, независимый журналист, который там так или иначе занимается ну информ... журналистикой и описанием того, что делает Путин уже много-много лет. А люди столкнулись внезапно с этой новой реальностью. И, конечно, многие... Мы помним эти столпотворения на границах с Грузией. Мы знаем, что очень многие поехали в Казахстан. Ну, представляете себе, вдруг поменять жизнь. Это же... Ну, я понимаю, кому я это говорю. Но это, конечно, это огромная волна людей. Больше миллионов всего, как мы понимаем, уехали. Это в целом получается больше в промежуток времени, чем после большевистской революции. Это мощнейший исход исторический, исторического масштаба из России. Людей, мыслящих думающих и активных. И, ну, кто-то из них не нашел себя, кто-то из них остался без денег, без существования, без семьи. Нужно как-то жить. И многие люди, поэтому, ну, вы говорите, третье, я не знаю точных цифр, начали возвращаться. Я думаю, что это объяснять надо таким образом. Как их там встречают? На что они могут рассчитывать? Ну, кроме мобилизации. Те, кто возвращаются? Ну, если вы, если вы не выступаете активно против, против, против войны, если вы не замечены в, в, в том, что вы подвергаете сомнению генеральную линию партии, то вас, в принципе, никто не тронет. У вас проблемы ваши начнутся внутри России, если вы внутри России. Если вы, и это уже все, все тоже понимают, это вы тоже, тоже реальность, и мне кажется, когда вот возникают эти вопросы, почему Россия не протестует, то хочется сказать и напомнить, что Россия сегодня, это более тоталитарное государство, чем Советский Союз во многих отношениях. Ну, может быть, он еще не сравним со сталинизмом именно в практической, потому что люди не расстреливают сотнями тысяч, как это было в 37-м году. Это может быть так, но сама репрессивность, сама готовность прижать к ногтю любого, кто скажет хоть слово не так, она выходит далеко за пределы того, что было прибрежнее. За пару слов написано в ВКонтакте про то, что про разбомбленный драмтеатр в Мариуполе или про, просто про то, что люди, люди, что же вы делаете, как вы можете бомбить, бомбить Украину, сажают на годы. Приговоры эти уже, ну, мы их видим. Люди просто садятся на 7 лет за несколько слов, написанных в соцсети. На 7, на 8. Поэтому это вот, поэтому в такой ситуации, конечно, очень страшно протестовать, потому что протестовать хорошо, и понятно, зачем, когда вас много, и ты понимаешь, что вас много, и вы объединены этим, и вы вместе выходите на эту площадь. А когда ты один, то тебе гораздо тяжелее. А сегодня это реальность, вот эта разобщенность. И эти люди, которые возвращаются, они погружаются в эту новую, в эту реальность и становятся частью этой среды. Они, конечно, не принимают этой войны. И у нас, даже по тем опросам, которым мы не очень верим, все равно миллионы людей в России не принимают эту войну. Просто вопрос в том, что они вынуждены жить с этим дальше внутри России, понимая прекрасно, что происходит. Я знаю очень много людей, которые в Москве, в других городах, которые абсолютно трагически переживают то, что происходит. и сами про себя понимают, что они находятся, ну вот как будто они оккупированы, как будто они немцы, которые понимают, что происходит в конце 30-х, начале 40-х годов в гитлеровской Германии. По сути, они оккупированы. По сути, это ощущение оккупации собственной страны. Вот ваши ощущения, да, то есть болезни, болезни, против войны, когда закончится и что для этого нужно, чтобы произошло и в сердцах россиян, и в головах россиян. Сценарии завершения войны для вас, они понятны? Для меня непонятны все сценарии завершения войны, то есть есть, это просто два разных вопроса. Один – это завершение войны для Украины. Это один важнейший вопрос. И тут, как ни удивительно, все понятнее, потому что второй вопрос – это завершение этой войны внутри России. Про Украину понятно, нам надо просто смотреть, как развивается контрнаступление. В зависимости от того, так или иначе, в зависимости от его успеха, дальше будет, ну вот, возвращаясь назад, должно быть обеспечен некоторый кордон безопасности, коридор безопасности, который фактически сделает недоступной Украину больше для Путина и его армии, чтобы просто не смогли больше напасть и причинить вред, убивать людей, уничтожать людей, бросать бомбы и так далее. Так или иначе, это рано или поздно произойдет. Я в это верю. Мы не знаем, где остановится украинское контрнаступление. Я не беру на себя смелость утверждать, что это будет так или иначе, но я вижу этот сценарий примерно таким образом. Проблема в том, что даже успешное контрнаступление Украины с выходом Козлову, например, или даже еще дальше, которое действительно будет серьезнейшим ударом для Путина и для его легитимности, увы, не означает напрямую, что его режим зашатается немедленно и сам он от этого падет. Это пока утверждать невозможно. И я могу себе представить ситуацию, в которой, потерпев еще тяжелейшие поражения на фронте, Путин уходит домой залечивать раны, но сам при этом остается у власти и сместить его не представляется возможным. Такой сценарий, мне кажется, пока на данный момент наиболее вероятный. Михаил, с удовольствием обсудим этот вариант развития событий в нашем следующем разговоре. Благодарю вас за возможность пообщаться. Михаил Фишман был гостем нашей студии. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова